Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, кто посетил Дом Молитвы, дорогие друзья, которые находятся с нами в прямом эфире. Перед нашей церковной молитвой я желаю поделиться одной мыслью и в основании места Священописания, которое записал Матфей. Это слова Господа Иисуса Христа, это продолжение Нагорной проповеди. Евангелие Матфея, 7 глава, 13-14 стихи, Матфея 7, 13-14. «Входите тесными вратами, потому что широкий врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Дорогие друзья, это слова Господа Иисуса Христа. Он смотрел на мир, и Он видел мир нашего времени, и Он предупредил, что есть широкие врата и широкий путь, и многие люди идут, мы бы назвали это, масса людей движется, это как толпа, неуправляемая. И конец этого пути – это погибель. Есть другой путь, он начинается с тесных врат и узкий путь, и Он ведет, Он заканчивается жизнью вечной. Там, в райских обителях, в ожидании Царства Небесного. Часто мы попадаем в такие обстоятельства, где мы видим вокруг «я один и много народу». Знаете, с молодой годы, я после уже службы в армии, у меня была семья, и взяли на военную переподготовку, и мы когда приехали, и когда люди собираются, извините меня, мужчины собираются большей массой, тогда, мне кажется, они открывают все, что внутри есть. И это пьянство, курение и вся жизнь. И не было никого брата, я один был. Знаете, как-то с одним молодым человеком, он был в центре этой вот, знаете, всегда в толпе, есть центр какой-то, он был как бы в центре, и он не совсем трезвый был, говорит, а почему ты не пьешь? Я ему задал вопрос, я говорю, а зачем ты пьешь? Это вопрос был для него, который он, наверное, никогда не задумывал. Он подумал, подумал, говорит, ну вот ты не пьешь, ты не свой, а я пью, я свой. Вот в смысле в этом центре, неважно, где ты, первым или, извините меня, шестым, но он всегда объектом был посмеяния и глумления. И вот чтобы как-то оказаться там, он, вот когда толпа, а вот голос массы, всегда он правильный. Мы выросли в коммунистическом строе, и там общество коммунистическое, оно говорило, что мы все идем навстречу светлого будущего, строителей коммунизма, а вы, поклоняющиеся Богу, вас меньшинство, вас там горстка стариков и старух, которые скоро умрут, и все умрет, а вы являетесь идеологическими врагами, вы нам помеха. Прошли годы, мы теперь как на историю смотрим и говорим, ну, какой путь закончился, а какой путь или тропа процветает? Это не горстка дедушек и бабушек, которые умерли, и все закончилось. Это наследие, которое с поколения в поколение, потому что впереди и вокруг, впереди прошел Иисус Христос, а вокруг Бог всемогущий, и церковь Его, врата ада, не одолеют никогда. Это для нас история, но сегодняшний мир, мы живем сегодня, 2018 год, чуть-чуть подальше посмотрим, Китай. Это волна новых гонений, страшных гонений, когда за то, что ты имеешь Библию, и собрались вместе, возмездие в тюрьму, а дом молитвы разорят, уничтожить. Еще немножко и совсем уничтожат. Но это правительство ошибается. Когда церковь, где сто человек, их разрушили и разогнали, и образовываются десятки групп, церквей и возрастает. И говорят, если Бог жизнь продлит, к 2030 году будет порядка 240-250 миллионов верующих в Китай. Потому что Христос прошел впереди. И Он сказал, меня гнали, и вас будут гнать. И тесны врата, и узок путь, ведущий в жизни вечную. И немногие его находят. Толпой его найти невозможно. Тесны врата. Вот, знаете, чтобы войти в эти врата, в врата спасения, нужно склониться, смириться. Все свои умозаключения, все, а почему так? А почему именно покаяние? А почему кровь Христа, и как она может действовать? Все нужно отложить и поверить. Разумом и сердцем поверить Евангелию. И Христос говорит, что кто будет веровать в Меня, тот спасен будет. И кто будет веровать и последует за Мною, тот будет жизнь вечную иметь. Это слова Иисуса Христа. И нужно все свое отбросить. Отбросить и войти вот в эти двери спасения. Через покаяние, через принятие Иисуса Христа как личного спасителя. А потом идет узкий путь. Я вырос в горной республике, в Киргизии. И мы много ходили в горы. И вот по горе, по тропке, ну, не пройдешь только с рюкзаком. А вот с собой тащить массу невозможно. И там идут по тропке, каждый отдельно. Один за одним. Это путь к жизни вечной. Две недели назад у нас был брат Виталий. И он говорил проповедь. Он говорит, Господь искупил нас для Себя. В смысле, купил нас, заплатил цену за нас. И цена его была. Кровь святая на кресте Голгофском. Мученическая смерть. Он купил мы его достояние. Мы ему принадлежим. И вы знаете, все, что есть, он купил нас от этого мира. И мы ему принадлежим. И не все, что есть в этом мире, и не все, что пользуется этим миром, чем пользуется этот мир, оно приемлемо для нас. Оно полезно для нас. Чтобы идти этим путем, нужно оставить. И оставить многое. Ради Иисуса Христа. Надо от многого отказаться в преимуществе следования за Господом Иисусом Христом. Знаете, иногда мир нас отталкивает. Вот как, например, у меня было, когда мы были на подготовке, на переподготовке. И если ты не с нами, то ты не наш, ты не свой. А иногда мир другую стратегию проявляет. Он приглашает. Я помню, в мои молодые годы у нас в церкви была молодая сестра. Она была высокого роста, спортивная, худощавая. И она очень быстро бегала. Ее заметили это в школе, потом между школами, потом ее пригласили на большие, ну, в большой спорт. И этот возраст был, она покаялась. Она последовала за Иисусом Христом, и перед ней стал дилемма, как быть мне? Потому что все спортивные соревнования проходят в выходные дни, и поездки они забирают. И она спросила у руководителя молодежи, как мне быть? Он говорит, смотри, это твой выбор. Что ты изберешь преимуществом? Быть в церкви, следовать за Иисусом Христом, или пойти в большой спорт? И она сделала выбор в пользу жизни вечной. Для нас несложно, если посмотреть на историю или на свидетельство, ну, большой спорт, когда он кончается, через сколько лет, и где потом оказываются эти люди. А ей Господь подарил мужа, подарил семью. Она в церкви, она деятельный человек. Ее жизнь наполнена смыслами сегодня. Они живут в другом штате и сегодня. Смысл для Господа Господь не заставляет. Но чтобы нужно сделать выбор внутри себя, ради Господа, что-то оставить. И знаете, вот в этом особенно молодому поколению мешает вот образ толпы движущейся. Вот, дети, вы меня слышите же, да? Бывает такое, что вас приглашают на какие-то пари, и мама или папа говорят, нет, сынок и доченька, туда не надо тебе идти. Мама, ну все идут. Только мне нельзя. А вот у нас поездка будет, там туда с классом или как. Ну, давай мы лучше поедем с семьей. Ну, все едут, только мне нельзя. Мама, я хочу, купите мне айфон с интернетом. А родители говорят, ну, зачем тебе он нужен? Ты еще, ну, с нами, в семье. У всех есть, только мне нельзя. Может, знакомо, да? А вот одежду такую, ну, тебе неприлично. У всех есть, только мне нельзя. И вы знаете, когда говорят так, ну, это бывает ошибочно. А вот айфон есть у Васи? Ну, у него нету. А у Марины есть? Ей тоже родители не купили еще. Ну, может быть, тогда не у всех? Ну, может, не у всех. И вы знаете, у нас часто взгляд бывает, все, и мне бы хотелось. «А что полезно, что важно для меня, чему учит Библия, чему учит Христос?» Это намного важнее. А разве истина определяется не большинством? Нет. Помните Христа, кто распял? Там написано, и все кричали, «Да будет распят! Большинство!» Слово Божие, еще в Ветхом Завете, Бог, обращаясь, говорит, «Не следуй за большинством на зло!» Будьте очень внимательны. Не всегда, или истина не за большинством. В толпе истину не услышишь. В толпе заблуждение. Истина, она в тишине. И Христос сегодня здесь говорит, что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и сколько? Многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И немногие его находят. Но вы знаете, этот путь никогда не бывает пустым, узкий. Второе заблуждение, которое бывает, это когда мы думаем, что никого нету на этом пути, только я один. Я очень люблю одного из пророков, это Илья. В жизни его, когда он был в Израиле, это страшный тиран был, царь. И его жена Изавель, это страшные люди, которые уничтожили всех, поклоняющихся живому Богу. И однажды Бог обратился к нему и говорит, Третья книга Царств, девятнадцатая глава, пятнадцатый стих, четырнадцатый стих, когда Бог обратился к нему и говорит, что ты здесь, Илья? Четырнадцатый стих. Он сказал, «Возревновал я Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израиля оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом, остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее». Среди всей толпы остался один, поклоняющийся Богу живому, и его души ищет, и он убежал в страхе. И Бог обратился к своему сыну пророку, дал ему поручение, а потом говорит слова, записанные в восемнадцатый стих, «Ты не один, Илья. Впрочем, я оставил между израильтянами семь». Семь человек? Нет. Семьдесят человек? Нет. Семьсот человек? Нет. Семь тысяч мужей всех эти колена не преклонились перед Ваалом, и всех этих уста не лабазали их. У Бога было семь тысяч. Вы представляете, сколько народу, которых Илья не видел, и не остались верные. Во всякое время, во всей истории жизни человеческого были праведники Божьи на земле. И сегодня в церковь по этой узкой тропе идут тысячи, миллионы, и жизнь не закончится там, в вечной жизни. А начинается она в молитве покаяния тесных врат. Две недели назад, после конференции в воскресенье, я в фойе встретил нашу Вику Трушеву. Она такая радостная, улыбается на нее, думаю, мы с ней всегда, ну, как сказать, всегда друзьями были, но не настолько близкими. И она аж светится вся. А потом я узнал, что у нее вчера был день рождения. Когда она склонилась на коленочки, она говорит, когда пели, я думаю, это для меня голос, я вышла в молитве покаяния. Это был вход в тесные врата. И теперь начался, Вика, у тебя новый путь по узкой тропе. Но это славный путь. Есть песня, поется, мой путь, как других, не усыпан цветами, душистые розы на нем не растут. Но это путь славный. По нему прошел Иисус Христос впереди. Он проложил его. А мы, следуя за Ним, мы никогда одни не бываем. Всегда Иисус рядом с ними. Потому что Он сказал, Я есть им путь. И когда особо тяжело бывает на этом пути, Христос даже на руках несет. И под крыльями Бога Всемогущего мы безопасны. Ты вошел в эти врата, дорогой друг? Может, кто-то с нами есть, тот, который еще не вошел в эти врата? Это нужно найти, войти. Это нужно начать этот путь. Это нужно отбросить все. И вот без всего груза войти в эти врата. И потом по этому пути Он проложил Иисус Христос две тысячи лет назад. Он прошел его. Путь закончится на Голгофе. Но наш путь начинается на Голгофе, а закончится в жизни вечной. И мы там увидим Иисуса Христа, Спасителя нашего. И Он на престоле Отца Своего, потому что Он победил и сел на престоле Отца. А рядом с Ним церковь Его невеста, возлюбленная, которая победила этот мир, которая победила мнение этой толпы, а прислушалась к мнению Иисуса Христа и к словам Его. и закончила путь и села во славе с Ним. А вокруг которых невозможно исчесть, спасенных со всех времен, со всех концов земли, искупленной Иисусом Христом. Хочешь идти по этому пути? Приходи к Иисусу. Дорогой брат и сестра, ты на этом пути? Он славный. Еще славнее Его конец пути. Это жизнь вечная. И там ожидает Иисус Христос, тебя и меня. А сегодня Он подарил нам прекрасный день, когда мы вместе можем поклониться, прославить и возвеличить Его имя, единого достойного славы, Бога, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Поклонимся Господу.